Ранее уже был рассмотрен один из Bluetooth модулей серии GDI. 23-й имел низкое энергопотребление за счет использования Bluetooth Low Energy. Но это накладывало некоторые особенности. Отсутствие обычного сопряжения с использованием пароля и ограниченная скорость передачи. Новый модуль GDI 32 имеет на борту как Bluetooth Low Energy, так и классический Bluetooth с паролем. Но сразу же стоит обратить внимание на то, что работать он может только как ведомое устройство. Для проверки это чудо сразу можно подключить к преобразователю. В данном случае питание берется от него же. Но если есть возможность, всегда лучше использовать внешний надежный источник. Список команд невелик и проверить их очень легко быстро. Конечно же, как всегда, нужно включить возврат каретки и перевод строки. Версия, как видно, у меня 1.0. Сброс работает. Команда отсоединения дает ошибку, потому что устройства не были подключены. Успешно выводятся MAC адреса. Скорость по умолчанию 9600 бот в секунду. Проверка установленных имен, которые можно изменить с ограничением в длине 18 байт. Также можно отключить пароль или запоминать его после первого соединения, или просить после каждого соединения. Ну и пин-код здесь по умолчанию 1234, который также можно поменять. И последняя команда Default для сброса настроек. А сейчас можно привязать этот модуль к компьютеру. При использовании модуля GDI 23 с Bluetooth Low Energy этого сделать было нельзя. ПК обнаруживал модуль, но пару создать нельзя. На андроиде с помощью приложения можно было осуществить связь, но на компьютер подобной программы я не нашел, хотя существование ее вполне возможно. Здесь же есть обычный Bluetooth 3.0, и подключить его даже к старым устройствам нет никаких проблем. Итак, добавить новое устройство GDI 32 SPP, пин-код по умолчанию 1234. Отлично, он успешно привязан. В диспетчере отображается как стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth. Можно также подключить светодиод для индикации текущего состояния подключения. Мигает не подключено, светится постоянно, подключено. Также присутствует вывод статуса, который удобно подключать к микроконтроллеру. Низкий уровень не подключено, высокий уровень подключено. Во время передачи модуль не будет соответственно принимать это команды. Для того, чтобы что-либо изменить, нужно подтянуть вывод Select к минусу. А для возвращения передачи выставить на нем высокий уровень. Кто же там по энергопотреблению? Ток в неподключенном состоянии прыгает от 3 до 8 миллиампер. После подключения через Bluetooth Low Energy ток примерно 3,6 миллиампер. Во время передачи прыгает около этого значения. В подключенном состоянии через SPP ток 5,5 миллиампер. Во время передачи прыгает от 5 до 8 миллиампер. Вполне адекватные результаты. Важная особенность – нет спящего режима, как у 23-го. И в целом энергопотребление здесь выше. Мозги модуля – это древний китайский микроконтроллер YC1051. Токтируется он здесь от резонатора 24 МГц. У него есть USB, SPI, I2C, выход ШИМ и 10-разрядный АЦП. Но нет электрически стираемой перепрограммированной памяти, поэтому китайцы поставили дополнительную микросхему. Документы на неё найти не удалось, ну и ладно. И судя по наличию двух резисторов 4,7 кОм между питанием и выводами, SPPЗУ явно подключается через I2C. Качество монтажа вполне себе адекватное. И судя по некоторым дорожкам, плата разводилась в альтёме. Дальность передачи заявлена до 60 метров, но не указана при какой скорости. В данном случае 10 раз в секунду передаётся 6 байт. 4 байта переменная 32-разрядная и 2 байта переноска редки и новая строка. Проверка в режиме Serial под Profile. Подключилась без проблем и на расстоянии 10 метров приём отличный. Так же как и на расстоянии 20 метров. Местность не совсем-то открытая, то есть не чистое поле, есть небольшие преграды. И даже на расстоянии 76 метров приём очень даже неплох. И даже отойдя на 83 метра, если не было больших преград перед приёмником, телефоном, то приём очень даже неплохо происходил. Когда же расстояние приблизилось к 100 метрам, иногда приём переставал происходить. Но это уже предел, понятно. Самыми известными распространёнными Bluetooth модулями являются модули серии HC, например 0.6. Цена на них завышена по сравнению с GDI. Но не во всех случаях его можно просто так заменить. Несмотря на то, что классический Bluetooth может обладать повышенными скоростями относительно низкоэнергопотребляющего, наибольшая скорость здесь 115 200 бот в секунду, в то время как у HC 0.6 она достигает 1.4 миллиона бот в секунду. Таким образом, несмотря на свою привлекательность, 32-й не может быть полной заменой 0.6. С одной стороны, он имеет как классический Bluetooth, так и Bluetooth низкоэнергопотребляющий. Но на деле было видно, что разница между токами незначительна. И для низкопотребляющих устройств, питающихся от химического источника тока, он не подходит. Но за цену 1 доллар отлично подойдёт для устройств, питающихся от сети, благодаря тому, что классический Bluetooth не требует включённой геолокации, чего требовал Bluetooth Low Energy.